Шалом и добро пожаловать на Вахафта Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в Институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Слово Божье говорит совершенно ясно. Писание говорит нам не оставлять собрания своего. Это значит, что воля Божья такова, что мы не на каком-то духовном острове, предоставленные сами себе. Но общение очень важно. И нам необходимо часто встречаться вместе, будь это в доме или в собрании или в каком-то другом здании. Для верующих важно часто собираться вместе, для поклонения, общение для того, чтобы увидеть, как послужить друг другу и иметь свидетельство за пределами семьи Божьей. И, конечно, для того, чтобы изучать Слово Божье. А когда мы изучаем Слово Божье, особенно учение Иешуа, Иисуса из Назарета, мы узнаем что-то. Он делал акцент на Царстве. И, как я много раз говорил вам, если вы не делаете такого же акцента на Царстве Божьем, то вы не будете жить жизнью, угодной Ему. Вы не будете жить так, чтобы иметь надлежащую перспективу видения этого мира. Вы не будете видеть его так, как видит Бог. «Человек, чей ум сосредоточен на Царстве, имеет совсем другую точку зрения, благочестивую перспективу». Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Найдите 24 стих, потому что здесь мы увидим, что Ешуа снова учит нас о Царстве Божьем в притче. Посмотрите 24 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе систь». Как я часто и делаю, остановлюсь на этом слове «доброе». Я делился с вами много, много раз, что слово «добрый», будь это в Ветхом или в Новом Завете, когда появляется это слово, что должно приходить нам на ум? Концепция воли Божьей. Итак, он сеял семя, и это семя проявляет волю Божью в данной ситуации. Следовательно, когда это семя сеется в наше сердце, или, как мы увидим позже, в этой же 13 главе Евангелия от Матфея, мы доброе семя, и, следовательно, необходимо, чтобы мы приносили плод. А плод — это наши действия, соответствующие воле Божьей. Не обманывайтесь. Не следуйте тому, что популярно. Например, «Это моя судьба». И обычно люди, когда слышат это, обманываются, потому что они убеждены, что то, чего они хотят по плоти, есть воля Божьей. Но это не так. У них в жизни есть какая-то мечта, и они думают, что это мечта, данная Богом. Вероятно, нет. Мы обычно обретаем Божью цель, план для нашей жизни в послушании Его Слову. Мы следуем Его наставлениям, мы растем, созреваем в вере, и вот после значительного периода времени Бог начинает открываться нам, какова поистине Его воля для нашей жизни. А потому, если дело обстоит так, «Я всегда хотел этого, сколько себя помню, я чувствовал, что это моя судьба, и вот теперь я обратился к Богу, и Он осуществит это», вы обмануты. Это не открывает нам Слово Божье. То, что я говорю, непопулярно, но это ничего. Да Бог и не говорит этого. Я не знаю такой библейской заповеди, которая гласит, «Будьте популярны». Такой заповеди нет, но там есть. «Будьте верны», «Будьте послушны», «Будьте посвящены истине». К этому мы и стремимся. Итак, Писание говорит, «Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали? Пришел враг, конкретно его враг, и посеял между пшеницей сорняки. Обратите пристальное внимание на то, что здесь сказано. Мы обнаруживаем и видим, что эти люди были верны. Они делали добрые дела. Они взяли это семя и посеяли его. Это было доброе семя. Они посеяли его на поле этого человека. И вот проблема. Когда они отдыхали в ночное время под покровом темноты, кто пришел? Его враг. И это не уникальная ситуация. Вот что происходит. Когда мы отдыхаем, когда и приходит враг. Во тьме. Когда мы не смотрим, когда не проявляем прилежания, мы отдыхаем, враг использует это. Нет ничего плохого в отдыхе, нет ничего плохого в сне, но враг использует все для того, чтобы достичь своих целей. Враг будет осужден. Но одному мы можем научиться у него, и это тому, что он постоянен. Он посвящен. Проблема в том, что он посвящен неправильным вещам. Итак, внимательно посмотрите это местописание. Он говорит, «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Метод «ударь-беги». Так и действует враг. Приходит в темноте, не заявляя о себе. Он приходит, когда никто не видит, когда никто не ожидает. Тогда он наносит ущерб. Часто мы этот ущерб не видим сразу. Он виден со временем. Через неделю, через месяц, через год, через много лет. Он посеял это плохое семя, эти сорняки. И затем в будущем они начинают проявлять семя. Враг уходит. Теперь посмотрите 26 стих. «Когда взошла зелень и показался плод». Таким образом, доброе семя функционирует, ведет себя так, как мы бы и ожидали. Оно было посеяно в хорошем месте, на поле этого человека. и поле было приготовлено. Оно было готово. Семя было посеяно, и оно произвело плод. Все это хорошо и замечательно, но узнайте что-то. Это семя произросло, взошла зелень. Но посмотрите конец 26 стиха, где сказано, «Тогда явились и сорняки». И что мы знаем? Ешуа учит нас принципу. И принцип этот нетрудно распознать. Наша верная работа и плод, который она производит, это вызовет сатанинскую активность. И мы здесь увидим что-то. Увидим дважды. Мы увидели это в первый раз, и скоро увидим во второй, что Ешуа в этой притче говорит о враге. Кто он, этот враг? Что ж, он называл его раньше и назовет снова позже. Он говорит о дьяволе. Он говорит о сатане. «И усвоите очень важную библейскую истину». И она вот какая. Существует враг. Помните, что тут сказано «враг его». Это значит, что у нас с вами есть враг. И этот враг, во-первых, и прежде всего, сатана, противник, дьявол. И вот проблема. Я вам честно скажу, и вам необходимо это услышать. Если вы в поместном общении, ассамблее, общине, поместной церкви, и тот, кто главным образом производит учение, если он буквально никогда не говорит, никогда не упоминает, что будет день суда, никогда не упоминает, что есть враг по имени сатана, дьявол, вам из этой общины надо уйти, покинуть это общение. Может, это и неприятно слышать, но так будет лучше для всех. Почему так? Что ж, мы должны быть верны Слову Божьему. Когда мы смотрим Евангелие, когда мы фокусируемся на учениях нашего Господа и Спасителя, Иешуа Хамашиах, Иисуса Христа, мы видим что-то. Он часто, часто говорил о враге. Он много говорил о суде, об аде и о дьяволе, о сатане. Он говорил, что есть нечистые духи, демоническая активность. Так что, если вы в поместной общине, и ваш лидер никогда не говорит об этих вещах, то он не учит истине. И, вероятно, вот почему не учит. Возможно, он думает, что эти вещи для незрелых людей, что это истории для детей, про дьявола, сатану и все такое. Мы же современные люди. Мы не в какой-то архаичной культуре 2000 лет назад. Мы живем сегодня в наше время. Что ж, именно так враг и хочет, чтобы мы думали? Он действует. Что мы узнали? Когда они спали, под кровом темноты пришел враг. Сатана очень радуется, когда люди пренебрегают им, смеются и высмеивают саму идею его существования. Мы пренебрегаем им, изображая его с заостренными ушами и рогами, с хвостом и вилами. Позвольте мне сказать, что я не знаю, как он выглядит, но есть враг по имени Ха-Сатан, дьявол. Нам необходимо это осознавать, если мы не будем жить сознанием этой истины. Мы потерпим поражение и потерпим его весьма постыдным образом. Заметьте, что здесь сказано. 27 стих. Тут сказано «Придя же, рабы домовладыки сказали ему, Господи, это слово Господь, недоброе ли семя ты сеял на поле своем? Откуда же на нем сорняки? Что он сказал? 28 стих. Он же сказал им. И я хочу перевести очень буквально. Эфхрос, анфропос. Это два греческих слова. И опять-таки, эфхрос — это слово «враг», а слово «анфропос» значит «человек». И вот, кто вызывает у меня озабоченность. Сегодняшние переводчики, учителя Библии, те, кто пишут комментарии к Писанию, делают это довольно-таки небрежно. Они невнимательны в том, что касается Слова Божьего. Когда мы изучаем вместе, если мы изучаем Новый Завет, вы можете видеть, что я использую греческий Новый Завет. И тут написаны два слова, которые значат «враг» и «человек». И вот, что я сделал. Я посмотрел 28 различных английских переводов. И из этих 28, вы знаете, в скольки есть в переводе оба этих слова «враг» и «человек»? Из 28 только в двух. В остальных это слово проигнорировано. А когда мы игнорируем это слово, мы упускаем очень важное библейское учение. И вот какое. Враг часто использует человеческий сосуд, мужчину или женщину. Нам необходимо осознавать, что существует враг. Он действует и очень часто он использует в качестве инструмента человека, индивидуума. Возможно, того, кто нам нравится, с кем мы дружим, а возможно, и того, с кем мы раньше никогда не встречались. Он использует любого для того, чтобы добиться своей цели. Итак, посмотрите это местописание еще раз. 28 стих. Он же сказал им, враг, человек, сделал это. А рабы сказали им, хочешь ли мы пойдем выберем их? Что они имеют в виду? Что хотят эти слуги? Очень просто. Они говорят, мы избавимся от этих сорняков. Мы выдергаем их, выберем из поля. Нам нужно идти в сражение против врага, но нам нужно научиться делать это правильно. Смотрите, что говорит хозяин. Он говорит им, оставьте их, пусть и то, и другое растет до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде сорняки и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, для сжигания их, а пшеницу уберите в житницу мою. Итак, мы видим дихотомию, разделение. Это разделение произойдет когда? Во время жатвы, в конце. И мы скоро увидим, что имеется в виду под словами «конец века сего». Вот о чем он не говорит здесь. Мы из этого места ничего не узнаем о нашем блаженном уповании, о восхищении церкви. В этих притчах он говорит о некоторых общих принципах. И то, что он говорит здесь, это не учение о восхищении церкви, но когда оно произойдет, каков его порядок все это? Не в этом цель данного местописания. Цель этого местописания в 24-м стихе, где сказано «Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно». Он учит о природе Царства Небесного и есть различия между Царством Небесным и этим миром. И что это? В этом мире есть враг. В этом мире враг будет действовать. И будут эти деструктивные влияния вокруг нас, до самого конца, до времени жатвы. Ешуа учит нас с точки зрения Царства и показывает различия между Царством и этим миром. Итак, в этом мире, когда мы будем действовать в воле Божьей, это будет вызывать сатанинскую активность. Враг будет выступать против нас. Мы можем ожидать это. Нам следует это знать, и мы не можем щелкнуть пальцами, сделать что-то, и раз врага в этом мире больше нет. Этого не произойдет. Сатана сейчас не связан. Он будет связан на время тысячелетнего Царства. А до того времени что нам делать? Служить, работать, трудиться, приносить плод. Но поймите что-то. Ешуа говорит нам, в конце века сего будет жатва. И во время жатвы жнецы, мы больше об этом узнаем позже из этой главы, жнецы выйдут, и в первую очередь они соберут сорняки. Они свяжут их в связки, и сорняки эти, заметьте, что здесь сказано, они будут сожжены. А пшеница будет убрана куда? В житницу мою. 31 стих. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на своем поле». Он чему-то учит нас о Царстве Божьем, о работниках Царства Божьего, о семени для этих работников, его слове, его воле. Тут сказано, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». Посмотрите 32 стих, «Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает и больше всех злаков». Оно больше всех злаков или наибольшие из них, до такой степени, что, как тут сказано, становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Итак, мы видим что-то. Мы видим, что хотя Царство небесное может показаться нам сейчас чем-то довольно таким малым, может, сейчас из всех царств мира мы, принадлежащие Царству Божьему, малейшие, но это сейчас, а в том веке. Но придет изменение. Когда это горчичное семя вырастет, и знаете, что интересно, слово «вырастет» стоит в пассивном залоге. Это значит, что что-то должно действовать, чтобы оно выросло, достигло полной зрелости. И когда оно вырастет, оно не похоже, не похоже на остальные растения. Но в саду очень важное слово «сад». И что приходит вам на ум с Эльбома? Его сотворение подобно сотворению Эдемского сада. Но в саду оно становится единственным таким деревом, что птицы небесные прилетают и укрываются в нем. Оно становится местом их обитания. Это то, что нам и необходимо понимать, что наш труд станет благословением. Наш труд в конечном итоге произведет Царство Божие. Он произведет его. очевидно, что Мессия установит Царство, а не мы. Но наш труд сыграет роль в этом благословении, в этом исполнении пророчеств, в тех обетованиях, которые Бог исполнит по причине нашего послушания. Это будет благословением для других. Посмотрите еще одно место. Посмотрите тридцать третий стих. Еще одна притча. И о первых двух, которые мы прощили, сказано. Он предложил им, но это другая, тут сказано, иную притчу. Тридцать третий стих. Он сказал им, не предложил, а сказал им, и он говорит, Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. Числа важны. Три для цели раскрытия чего-то. Три проявляет что-то. И мы увидим здесь, что эта закваска, в этом контексте закваска делает что-то. Она производит изменения. Пока она действует, сначала эффекта нет. Мы не видим его. На самом деле, когда мы смотрим, и вот проблема. Есть люди, которые, когда слышат, Мессия придет, он придет, он вернется. Я говорю о его втором пришествии. Вопрос о восхищении церкви мы откладываем в сторону. Я верю в него. Но мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим об установлении царства. когда Мессия вернется во второй раз в конце века сего. Не за церковью, не для того, чтобы забрать нас из этого мира, до того, как обрушится его гнев. мы говорим о втором пришествии для установления царства. Мы знаем, что многие люди будут высмеивать саму эту идею. Писание говорит о них, что будут презирающие и насмехающиеся, говорящие, что мир в том же состоянии сегодня, как он и был 20 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад. Поколения приходят и уходят, но все остается более или менее тем же. Ложь. Когда вы кладете заквас в муку, вы вначале не видите, как она работает, но она будет работать и она произведет изменения. Вот что Ешуа говорит здесь, в данном месте Писания. Еще раз посмотрите 33 стих. «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки доколе». Доколе что? Доколе не вскисло. Все. Это будет происходить, функционировать, действие будет, но не проявится, пока не проникнет во всю муку, то есть в весь мир. Тогда и только тогда мы увидим изменения. Так что позвольте мне сказать вам совершенно ясно, смотря на этот мир, вы возможно не видите никакого свидетельства, что пришествие Мессии приближается. Но мы живем в пророческое время. События происходят. Мы не видим эффектов царства, но видим события, которые говорят нам, говорят человеку, осведомленному в пророчествах, что царство близко. И есть много событий, глядя на которые, нам необходимо иметь развлечение. Одно из таких гонения на верующих. Оно растет сегодня. Растет сегодня и антисемитизм. И мы видим еще один важный указатель на то, что времена, последние времена приближаются. И что это? Все больше и больше укрепляется тенденция называть то, что хорошо, то есть угодно Богу, соответствует воле Божьей, Его целем называть это злом. А зло называть добром. Итак, нам надо пробудиться. Если вы слышите сейчас мой голос, смотря данное учение, будьте уверены в том, что это не случайность. Бог призывает вас. Бог обращается к вам через свое слово, а не через юродство моих слов, но через помазанное и острое слово Божье. И когда сегодня мы читали Писание, позвольте ему войти в вашу жизнь и действовать в ней, как закваска, действует во всем ее объем. Позвольте ему проникнуть во все аспекты вашей жизни так, чтобы вы стали человеком, к которому пришли Слово Божье, Дух Божий, истина Божья, сила Божья, обеспечение Божье, чтобы они проникли в каждый аспект вашего существа, чтобы вы стали новым человеком, чье мышление сосредоточено на Царстве, кто живет не ничтожностью своих мыслей и желаний, а приобщился к истине Божьей. Вы посвящены воле Божьей и исполняете цели Божьей. И я вам что-то скажу. Сделав это, вы будете ощущать радость Божью в своей жизни, и вы полюбите это. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе, и мы продолжим. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.